МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Во все времена среди самых радостных событий в жизни людей был приход весны. По-разному отмечали его разные народы, но все как праздник возрождения природы, торжества жизни, надежд на щедрый урожайный год. Так к этому празднику относятся и сейчас в нашей республике. На Чуварской земле весенний праздник Навруз отмечается как всенародный. В переводе с персидского Навруз означает «новый день». Его написание и произношение различаются в разных странах. В момент весеннего равноденствия пробуждающаяся земля, вода, небо, животные, растения, как олицетворение борьбы добра против зла, знаменует начало нового жизненного цикла и годы по восточному календарю. Праздник является традиционным. Отмечается на Ближнем и Среднем Востоке, где исповедуется ислам. В последние годы он получил свое второе рождение у тюркоязычных народов на постсоветском пространстве. Однако его истоки зародились более трех тысяч лет назад в Харасане, исторической области на северо-востоке Ирана и вместе с развитием земледелий в той или иной форме распространились в сопредельных странах. Новый Росбайдан, который отвечает во всем мире, и в ЮНЕСКО это отмечено, да, это значит, что все мир должен знать, чтобы весна приходит 21 марта. Этот день, и следующий день, 22 марта, это день весенний равный день, который в этот день можно все посадить, вот в этот день, и тепло, уютно всегда будет в вашем доме. И сегодня в ознаменовании вечности жизни последователи традиции проращивают семь различных злаков. По качеству ростков предсказывается будущий урожай каждого из них, а из замоченной заранее пшеницы готовят особое блюдо. Которые узбеки называют сумаляк, таджики – суманак, на Ближнем Востоке – саману, а у армян это блюдо из солода называется ацик. Честь приготовлений раз в году к празднику наиболее желанного, вкусного и полезного блюда всегда предоставлялось самым уважаемым женщинам-селянкам. Приготовление сумалака, как символа хлеба насущного, и изобилие требовало большого искусства. Оно сопровождалось песнями, танцами и другими развлечениями и играми, продолжавшимися почти сутки. Обычно сырье для приготовления сумалака собирали всем миром. После готовности блюда содержимое общего котла распределялось между всеми членами общины. Прославленный весенний десерт сумалак сварила и чебоксарская студентка из Таджикистана Сульхия Бешмадова. Им угощались и стар, и млад. Мы к наврузу очень долго готовимся. Так как у нас суманак очень долго готовится, мы его прямо зимой вставим на подокошко, поливаем зернёшко водой, чтобы оно расцвело. Вот как видите, оно очень хорошо расцветает. И из них мы делаем очень сладкой, очень сладкой еду, который называется суманак. Этот суманак, оно очень вкусное. Это символ праздника Навруз. И оно очень сладкое и очень вкусное. Оно готовится очень долго, когда мы его готовим в Казани, на огне, на большом огне. Целых 24 часа все женщины готовятся к этому празднику, так как все женщины по очереди, когда оно в деревне проходит, все женщины деревянские. 24 часа загадают своё желание в этом большом Казани. И его перемешивают все по очереди, чтобы все желания сбылись. Весенний Новый год Навруз таким размахом в Чувашии отмечали впервые. Сотни людей, представители национальных диаспор, собрались на древний, но вечно молодой праздник и надели свои национальные костюмы. Каждый привёз с собой лучшие, что отражает быт и культуры тюркских народов. Мне очень приятно сегодня приветствовать вас, как от имени духовных управлений, которыми я возглавляю, от имени комиссии Общественной палаты Российской Федерации по межнациональным отношениям и свободе совести. И хочу вам передать очень тёплые пожелания главы Чувашской республики Михаила Васильевича Игнатьева. Мы сегодня с ним встречались, и он попросил, чтобы я сегодня вас тоже поздравил с этим прекрасным праздником единения наших народов. Пожелать вам счастья, благополучия, успехов, и пусть Божья милость никогда нас не покидает. С праздником вас! Главные торжества проходили в Национальной библиотеке, где представители тюркских народов, проживающие в Чувашии, подготовили экспозиции, демонстрирующие как неповторимые национальные особенности, так и общие для всех ценности, которые, по сути, и превращают многонациональную страну в единый мир. Пусть прекрасный праздник весны Новорос станет праздником дружбы народов, праздником взаимного уважения и взаимной помощи. Дорогие друзья, примите ещё раз искреннее поздравление с праздником Новорос Байрам. Пусть праздник обновления принесёт в ваши дома благополучие и достаток. Счастья, здоровья, мира, добра и любви вам и вашим близким. С праздником! АПЛОДИСМЕНТЫ Чак-чак, шакербура, пахлава, самса и даже настоящий плов. Все эти яства, приготовленные мастерами кулинарного искусства, можно было отведать на праздники. Представители азербайджанской диаспоры приготовили национальное блюдо – плов. Они раздали его всем желающим как символ щедрости своего народа. По их поверьям, чем больше сделаешь добра, тем больше оно к тебе вернётся. Это плов. Это к плову мясо. Это самяне. Это тоже национальный символ нашего этого, такого, новороза. Это шакербура, пахлава. Это фрукты всё, гранаты, соки. Всё это, что есть здесь, это всё наше азербайджанское. Обыкновенный рис сваривается, парится отдельно. Это всё делается отдельно. Без мяса, без изюма, без курага, без всего. Парится отдельно. Это тоже жарится, варится отдельно. Потом это специально на маленький огонь, она там парится, парится, и когда уже готово, после этого ложишь по специальному рецепту это приготовлено. Вот это плов, да? Да, вот это плов, это сверху изюм. Вот это плово мясо. Называют плово, плово, это считают, плово мясо. Это называется гарнир. По-нашему гора. Гора. Плово это называется, по-нашему перевести, это называется гора. Вместе с пловом кушаться. Это всё мандарин, апельсин, всё это у нас растёт, гранат, тем более в Азербайджане. Неизменным символом праздника является семяни, проросшая пшеница. Сначала замачивается горсть зёрен, что символизирует изобилие и достаток. Причём этот ритуал сопровождается специальной песней. В ней человек обещает горсть и пшеницы, что они будут оберегать друг друга. Если семя даст росток, то и урожай летом будет богатый. А жениться в этот день лучшая примета. Они это тот деревня века, тот деревень Азербайджан всё время это означает, чтобы Новый год приходит, Новый год приходит. Это праздник весны, праздник весны и любви. Когда растёт зелень, это значит ближе весной. И весна будет отличным, урожайным. Это специально оставляется, чтобы урожай много был и в жизни, и в любви, и в добродетельности всё было хорошо. Достоин восхищения был и большой концерт, программа которого состояла из выступлений творческих коллективов, национальных общин и чувашского ансамбля народного танца Сувар. Зажигательные песни татар, узбеков, туркменов гармонично сменялись не менее темпераментными национальными танцами таджикских красавиц и чеченских джигитов. В особенный восторг от них пришли самые маленькие гости Навруза. Малыши самозабвенно пытались подражать взрослым самодеятельным артистам. Также многочисленным гостям праздника был показан фильм, рассказывающий о том, как отмечается Навруз в разных государствах. Ведущие рассказали историю праздника Навруз, берущего свое начало более чем трехтысячелетней истории человечества, его обычаи, традиции, особенности. Участники праздника также ознакомились с выставкой народного творчества. На стендах были представлены материалы об истории и проведении Навруза в каждой стране. Навруз это праздник весны, начало новой жизни. Такой праздник и в древности и чуваши проводили языки. Это слово сохранилось. Чувашский вариант этого слова Нурус. У нас есть и деревня под таким названием Нурус. Сейчас эта деревня носит название Калининым. В этом году первый раз несколько общественных организаций восточные решили совместно провести этот праздник. А до этого Навруз 6 лет назад мы с азербайджанцами Чувашьего общественного культурного центра и общества дружбы Чувашьего и Атимирского народов проводили вместе. В древности Чувашьи проводили выходя на улицу с детьми там в Чувашском празднике Навруз была очень интересная часть кормления только что приятелших птиц кормили. Это очень интересно. А вот у других народов Востока этой части обучения нет. По древнему обычаю до наступления Навруз дома наводят чистоту и порядок. Рассчитываются с долгами, забывают все обиды. А сам праздник отмечают весело и шумно. Прыгают через костер, соревнуются в силе и ловкости. Существует также обычай сажать в Навруз дерево. Согласно народному верованию сажать в праздник шелковицу, инжир, каштан это благой знак. В продолжении традиции в современном Азербайджане в дни празднования Навруз закладывают парки и сады. Новый Байрам, Чувашия, город Чебоксар первые наши общины начали. Потом другие от Узбеки, Турхмени, там они тоже начали провести сейчас. Мы сегодня вместе проводим большой праздник. Кроме этого мы отмечаем здесь день азербайджанских народов там 28 мая. День солданий Азербайджана там 31 декабря и Новый год вместе попадает как раз вот этот год. По данным всероссийской переписи населения в Чувашии проживает около 900 человек азербайджанской национальности. Они соблюдают законы, уважают традиции чувашского народа, активно участвуют в общественной жизни. Я из города Байрамали Я приехал в Чагу я учусь на третьем курсе Чагу здесь очень хорошо учат Я приехал сюда за то, что Чагу славится Я всем советую чтобы сюда приезжали на учебу учиться Вообще здесь все отлично Сегодня в Чувашии живут представители 97 национальностей и 9 этнических групп Для всех важно не потерять собственную культуру и традиции и при этом научиться понимать и уважать других Родился я в Азербайджане города Барда Буквально в 2003 году зимой приехали сюда Было очень снежно Сначала удивился там а потом уже немного привык Буквально за 3 месяца научился разговаривать по-русски Пошел в школу Потом привык больше к этой жизни Здесь народ хороший народ Девушки есть прекрасные Все понравились чистый город и чувакский народ как трюкоязычный народ как научился язык культуры почитать очень похож поэтому попал что здесь начин работать спокойно мирным Туркмены живущие в Чувашии Наврус отмечают уже второй раз Каковай Гуртмуратов руководитель общины Туркмен Чувашию считает своей второй родиной Сюда он приехал 24 года назад после учебы в Ленинграде где познакомился с канарской девушкой тоже студенткой С тех пор они вместе а жить решили остаться здесь в Чувашии Сейчас в воздух республики учатся его земляки Главное его желание чтобы был мир во всем мире Наврус Байрам уже Туркмены Чувашии уже справляют второй раз в республике и у нас как говорится уже в том году мы как-то сами сделали в ДК Усай а сегодня к нам присоединились азербайджанцы узбекская диаспора потом таджикская диаспора но дай бог чтобы мы год за годом всегда вот это делали праздник и чтобы у нас народа фактически зал маловатый но чтобы ДК Усай из Хузангая чтобы мы там этот праздник справляли и наш президент Туркмены сделал этот праздник на уровне республики и так же так как если наш президент делает значит мы будем стремиться к этому чтобы мы тоже так же справляли этот праздник на чувашской земле праздник наступления весны и на душе должен быть праздник считает Ибрагим Худайбердиев президент Всероссийского Конгресса Узбеков на праздник он приехал специально из столицы России мы открыли Чуваши наше представительство по счету на 65 значит приехала поприветствовать в честь набруза и наше представительство и чувашский народ значит приехала из Воспи регион в России это Нижневартовск это Курганская это Мордовская республика это Пензенская область естественно Москва и другие поэтому пользуясь случаем мы хотим поздравить всех жителей Чувашии с замечательным праздником Наврус мы видим что насколько благоухает в этих стенах столица Чувашия Чебоксарах дружба народов радость людей в лицах радость детей поэтому желаем чтобы это продолжалось очень-очень долго чувашского народа с праздником вас Навруза В древние времена дата наступления Навруза определялась астрологами сейчас же их сменили астрономы которые вычисляют дату прихода Навруза с точностью до минуты по старым легендам в этот день тюркский народ спасся из окружения иными словами в этот день тюрки вышли из Иргеникона территории окруженной горами поэтому Навруз был принят тюрками как начало нового года и отмечается до настоящего времени уходя своими корнями в традиции древних земледельцев Ближнего Востока и Центральной Азии праздник не только пережил арабское завоевание но и стал неотъемлемой частью культуры многих народов исповедующих ислам в СНГ его считают национальным татары казахи башкиры киргизы таджики узбеки и многие другие народы в ряде стран Навруз объявлен государственным праздником а 21 марта выходным днем Навруз это праздник надежды на лучшее добра и любви тайна этого праздника скрыта от нас временем и очень значимо что он не потерялся в веках дошел до наших дней и мы можем встречать его так же как и наши предки пусть меняются времена и люди но и неизменной останется заповедь Навруза говорить только добрые слова совершать только благие дела думать только о хорошем и тогда добро обязательно восторжествует над злом Субтитры создавал